Я от всего сердца приветствую вас на нашей программе и рад, что вы сегодня смотрите нас. Эта серия проповеди посвящена последним главам Евангелия от Марка. И сегодня мы обсудим речь Иисуса о конце времен. Мы не планировали и даже подумать не могли, что будем записывать эту программу в начале локдауна в Германии, введенного из-за пандемии. В связи с нынешними временами многие спрашивают, а не признак ли это конца времен? Может быть, к нам вскоре снова придет Иисус? В следующих четырех проповедях пастор Кристиан Вегерт покажет нам, что мы можем извлечь для себя из речи Иисуса о конце времен в кризисные времена, которые мы сейчас переживаем, и что может нас подбодрить. Так что на вас стрите уши и слушайте. Сейчас у нас проходит серия проповедей, посвященных Евангелию от Марка. Я хочу сказать, что когда мы составляли план проповедей и подбирали под них текст из того отрывка из Библии, который мы сейчас рассматриваем, в зависимости от его длины других факторов, мы даже не подозревали, что сегодня, а в этот день, мы будем обсуждать речи Иисуса о конце времен. Лично я считаю, что это Бог, сам Иисус Христос, наш добрый пастырь, своей мудростью привел нас сегодня к этому тексту, чтобы дать нам ответы в той ситуации, которую мы переживаем в данный момент. Речи Иисуса о конце света ввиду нынешнего положения дел имеет особое значение и актуальность. Многие спрашивают, не является ли этот глобальный кризис признаком конца времен. Может быть, уже завтра к нам придет Христос? В последние недели своей земной жизни наш Господь часто приходил в храм в Иерусалиме. Там люди задавали ему много вопросов. В основном, имея при этом плохие намерения. Тем самым, они хотели расставить для него силки в надежде, что смогут найти в его речах что-то, что может его дискредитировать, чтобы они могли найти повод избавиться от него. И вот, проговорив перед толпой в храме множество речей, Иисус вместе со своими учениками вышел из храма. Именно этот отрывок из Библии мы сегодня и разбираем с вами. Это 13 глава Евангелия от Марка. Если у вас есть Библия дома, я надеюсь, что так оно и есть, то откройте ее, пожалуйста, прямо сейчас. Сегодня мы читаем 13 главу Евангелия от Марка. Начиная с первого стиха. И сейчас я предлагаю вам встать. Итак, мы смотрим 13 главу. Это Евангелие от Марка. Начиная с первого стиха. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине, «Петр и Иаков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я». И многих прелестят. Когда же услышаться о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быц. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах. И перед правителями и царями поставят вас за Меня. Для свидетельства перед ними и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте, но что дано будет вам, в тот час, то и говорите. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Претерпевший же до конца спасется. Итак, после множества речей в храме, Иисус вышел наружу, и с ним вышли его ученики. Один из этих учеников обернулся, увидел могучее строение за своей спиной и сказал, «Учитель, посмотри, какое здание, до чего же оно впечатляюще выглядит. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты открыл перед нами Своё Слово, чтобы мы поняли, о чём именно Ты говоришь». Ну, а теперь можете присаживаться. Действительно, это было довольно впечатляющее строение, перестроенное, а вернее, восстановленное, по приказу Ирода Великого. Там были громадные колонны. Говорили, что они были настолько большие, что если бы три взрослых мужчины взялись за руки, они бы не смогли обнять одну такую колонну. Настолько могучим было это здание. Иерусалимский храм был вдвое больше Акрополя и был виден издалека. Он был самой известной достопримечательностью Иерусалима, его визитной карточкой, символом этого города. И что же ответил Иисус своему ученику, который был так впечатлен этим зданием. Давайте мы посмотрим на его слова. Он говорит, «Видишь, сие великие здания, все это, все, что ты видишь, будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Я думаю, что такой ответ поначалу шокировал ученика Иисуса. Он сказал, что однажды кто-то не просто закроет двери храма, но весь храм вместе с дверьми будет разрушен. Сегодня мы можем видеть только стену плача, которая является частью западной опоясывающей стены старого храма. Когда вы стоите перед ней, у вас появляется хоть какое-то представление о том, насколько большим было это здание, потому что уже одна только эта стена фундамента такая высокая. Для иудеев храм был центром их иудейской веры. Там пребывал сам Бог. В храме можно было с ним встретиться и увидеть его славу. И вот пришел Иисус и сказал, «Этот храм будет разрушен». Эти слова запали ученикам в душу. Они пошли дальше, а вышли из города, добрались до Елеонской горы и присели там передохнуть. Это на другой стороне долины Хеврон. Оттуда до сих пор открывается прекрасный вид на старый город. Они рассматривали оттуда это величественное здание, и тогда четверо учеников задали Иисусу такой вопрос. «Скажи нам, когда это будет?» И какой признак, когда все это должно совершиться? Вот что больше всего беспокоило их. Они спрашивали, «Когда?» Это небольшой намек для нас. Я думаю, что вы мало чем отличаетесь в этом плане от учеников Иисуса. Мы тоже постоянно спрашиваем, «Ну, когда же, Иисус, когда Ты снова придешь к нам? Какие еще признаки мы увидим?» Они спрашивали, «Когда?» Они не спрашивали, «Почему?» Они не задавали вопроса, «Почему?» Ответ на вопрос, «Почему же, в конце концов, храм будет разрушен?» звучит так, «Потому что он больше будет не нужен». Наступит день, когда этот храм просто станет никому не нужен. Иисус в Евангелии от Матфея сказал так, «Здесь Тот, Он имел в виду прежде всего Себя». Кто больше храма? Это здание будет разрушено до основания, потому что система, то есть религиозная система и храмовая система жертвоприношений вскоре будет больше не нужна. Мы знаем, что Иисуса вскоре ждала казнь на кресте. Через несколько дней Его распнут на кресте на Голгофе. Он будет принесен в жертву и заколот для прощения наших грехов, как агнец Божий, несущий вину мира. И благодаря Его смерти больше не нужно будет приносить в жертву жертвенных животных в храме. Система жертвоприношений и омовений закончилась со Христом. Он принес Себя в жертву раз и навсегда. С тех пор для встречи с Богом нам не нужен храм. Чтобы прийти к Богу Отцу, нам нужен только Иисус Христос, который сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Когда Он зашел на крест и там испустил Свой последний вздох, завеса в храме была разорвана в знак того, что путь к Отцу отныне свободен. У учеников был риск, и этот риск все еще существует и для нас сегодня. Это риск оказаться очарованными и впечатленными внешним лоском, величественными религиозными зданиями и величественными церемониями. Но все это лишь показное. На Ариапаге Павел обратился к бывшим там людям, у которых было много богов, и прочитал им проповедь, в которой были такие слова. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Какую истину мы можем извлечь из этих слов? Мы должны отбросить религия. Мы должны отбросить религиозность. Нам нужен Иисус Христос. Возможно, кто-то из вас, смотрящих эту проповедь на мониторе или по телевизору, скажет, «Я впечатлен церковными зданиями и религиозной системой, и мне нужны определенные декорации для встречи с Богом». Но на самом деле нет какого-то определенного места, где мы можем встретить Бога. Нет каких-то определенных помещений для этого. Нет каких-то определенных зданий. Нет каких-то определенных фигур, образов. Сделать это можно только через одного, коим является Иисус Христос, который открыл нам путь к Отцу. Какие еще иллюстрации могут говорить об этом лучше, чем то, что мы видим сегодня? Это первый день в истории нашей церкви, когда народ Божий не может собираться в этом зале. Мы сидим дома перед мониторами. Мы не можем собраться здесь вместе. Нам очень тяжело это переживать. Нам не хватает личного общения. я должен сказать, что моему сердцу не хватает общения со святыми нашей церкви. Нам так тяжело. И хоть мы все и скучаем по тому, как мы собирались в церкви, мы не должны забывать, что Бог живет не в домах, построенных людьми. Он живет в сердцах своих детей. Он там, где вы сейчас сидите. Он в вашем страхе, в вашем беспокойстве. О том, что же будет происходить дальше с этим миром и с вами лично. Он с вами в вашем страхе перед коронавирусом, болезнью, изоляцией и одинокой смертью. Вам не нужно какое-то церковное здание. Вам нужен только один, и это Иисус. Он живет в сердцах верующих своим Святым Духом. Он живет в сердцах тех, кто уповает на Него, кто верит в Него, и подарил Ему свою жизнь. Именно там Он живет. Павел писал коринфянам, не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа. Бог, Дух Святой живет в своих детях. И неважно, где они находятся, Иисус не привязан к какому-либо месту на карте, адресу или индексу. Нет, Он говорит вам, вот я с вами во все дни до скончания века. А затем Он добавляет Аминь. И вот ученики спросили Его, а скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться. В Евангелии от Матфея этот вопрос приведен нам более развернуто. Вот что там спрашивают ученики Иисуса, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Когда ученики услышали о том, что придет время, когда храм будет разрушен, они тут же подумали о конце света, ведь они были уверены, что в тот момент, когда храм будет разрушен, всему придет конец. Так полагали они. Вот почему они задали Иисусу такие вопросы. Скажи нам, когда же произойдет это разрушение храма? Какой будет признак твоего пришествия и кончины века? Они полагали, что все будет именно так. Они были уверены, что когда храм будет разрушен, произойдет и конец света. Поэтому они спросили Иисуса, а скажи нам, какие будут признаки того, когда это произойдет? И вот какой ответ им дал Иисус. Дорогие братья и сестры, слушайте меня внимательно. Этому ответу посвящена вся 13-я глава Евангелия от Марка. Это речь Иисуса. «Слова о конце времен». Когда вы прочитаете эту главу целиком, я советую вам это сделать сегодня. Так вот, когда вы прочитаете ее, для вас останется еще много вопросов. Ну и сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Это связано с тем, что Иисус в одной речи объединил две линии повествования. С одной стороны, он описывает конец Иерусалимского храма и исходит из этого события. И действительно, в 70-м году после Рождества Христова храм будет разрушен. То есть, то, что сказал Иисус, впоследствии так оно и произошло. Это первое событие, из которого он исходит. И в то же время он говорит о своем втором пришествии, о том, как сотрясется земной шар. Мы можем прочесть об этом в Евангелии от Марка чуть дальше. Луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. То есть, в своем видении. Он видит две вещи, о которых он и говорит в своей речи. И мы спотыкаемся на том, что когда он говорит о разрушении храма, считаем, что он говорит о своем втором пришествии. Но после того, как он рассказал о своем втором пришествии, он внезапно говорит о том, что не придет род сей, как все это будет. Иначе говоря, второе пришествие Иисуса не произойдет. Слушайте внимательно. Оно не произойдет, пока не исчезнет это поколение. И оно еще не произошло. Иисус все еще не вернулся к нам. Итак, сейчас мы пытаемся понять, что в речи Иисуса мы имеем две линии повествования, два элемента, две значимые мысли. С одной стороны, это разрушение храма в 70-м году после Рождества Христова. А с другой стороны, это его второе пришествие в конце времен. Обе эти мысли присутствуют в тексте и переплетаются друг с другом. Вот почему мы не можем взять эту речь, сложить ее как конструктор и сказать в конце, вот они признаки, а это означает, что Иисус скоро к нам снова придет. Тот, кто подходит к этому тексту так, упускает из виду, что Иисус здесь говорит в двух измерениях. Потому что Сам Он в этой же речи чуть позже добавляет о дне же том и часе. Никто не знает ни Ангела Небесная, ни Сын, а только один Отец. Эта речь о конце времен была прочитана нам не для размышления о том, когда к нам снова придет Иисус, но для чего же тогда Иисус прочитал ее нам? Тем самым Он, как добрый пастырь, протягивает нам руку помощи через время, через века и тысячелетия. Он показывает нам, как мы должны вести себя во времена бедствий, во времена испытаний, во времена войн и призывов к войне, во времена, когда нам кажется, что земля скоро остановится. Его намерение заключается не в том, чтобы дать нам подробный план Его второго пришествия. Нет, Он хочет провести нас через времена трудностей, бедствия и нужды. Его намерение практичное и душепопечительское. Он хочет взять вас за руку и провести через это время. Наша сегодняшняя проповедь была посвящена речи Иисуса о конце времен, но все началось с того, что Он сказал, что от храма не останется камня на камне, то есть храм будет разрушен. Кристиан, как же осуществилось то, что сказал Иисус, и какое значение имеет это событие? С одной стороны, все так и было. Храм был разрушен римлянами в 70-м году после Рождества Христова. До нас дошла только небольшая часть этого храма. Это стена плача. Это было реальное разрушение. Но кроме этого, и мне кажется, что это очень важно, храм был разрушен с точки зрения своего духовного значения. Или можно сказать, что его заменил собой Иисус. Мы знаем, что в храме принесли в жертву множество животных. Сотни тысяч животных были там убиты во имя прощения грехов. Иисус Христос стал жертвенным агонцем и раз и навсегда заплатил за провинности своих детей. Давайте вспомним, в чем заключалось служение первосвященников. Иисус это наш первосвященник, который выступил за нас перед своим отцом. Давайте вспомним о доступе к святому святых, которое в храме было закрыто завесой, которое, когда умер Иисус, разорвалось на две части. То есть, благодаря Иисусу, у нас есть доступ к Отцу. И мы можем также вспомнить и многие другие вещи. Итак, храм исполнил свое предназначение благодаря деяниям Иисуса Христа. после слов Иисуса о разрушении храма, ученики, естественно, спросили Его, когда все это произойдет. Также они спросили Его, когда же наступит конец света. Почему они это сделали и какое влияние это оказало на их представление о конце времен. Итак, Иисус рассказал о том, что храм будет разрушен. ученики услышали об этом, при этом они были уверены, что сразу после разрушения храма должен наступить конец света, потому что храм в те времена имел такое большое значение, что ученики просто представить себе не могли, что без храма вообще возможна жизнь. Они решили, что храм будет разрушен, а вместе с ним наступит и конец времен. Вот почему они спросили Иисуса сразу и о разрушении храма и о конце света. Для них эти вещи были связаны. Мы должны понимать речи Иисуса о конце времен именно с этого аспекта. Что он делает, так это вплетает две эти мысли в свою речь. То есть, с одной стороны, он говорит о реальном разрушении храма и о событиях, которые будут это разрушение сопровождать. А потом он говорит о конце света, о конце времен здесь, на земле. Когда, например, он говорит о своем втором пришествии, если мы сконцентрируемся сразу на двух этих линиях повествования и поймем, что они переплетаются друг с другом, мы найдем ключ к пониманию этой речи о конце времен. Если же мы этого не сделаем, мы начнем собирать все сказанные Иисусом слова, как конструктор, и придем к каким-то непонятным идеям о том, что должно произойти, когда Иисус снова к нам придет. Иисус в своей речи говорил совсем не об этом. Он хотел им сказать, вы боитесь конца света. И у нас с вами и у всех божьих детей на протяжении всей истории нашей планеты были мысли о том, что конец света уже близок. В своей речи о конце времен Иисус дает утешение нам в наших тяготах, дает утешение нам в нашем безнадежном положении. Это ключ к пониманию. Получилось так, что ты прочитал эту проповедь как раз прямо перед началом кризиса, вызванного коронавирусом. Что ты при этом испытывал? И о чем ты думал? Да, в этой нашей серии проповедей мы разбираем несколько глав из Евангелия от Марка. Мы разделили изучаемый нами отрывок на части и даже понятия не имели, что именно в то воскресенье, на которое была запланирована эта проповедь, впервые за всю историю существования церкви Ковчег, а она была основана еще в 1947 году, прихожане не смогут собраться в ее зале. И вот я стал готовиться к проповеди и подумал, вот так совпадение, наверняка так устроил сам Бог. Наши прихожане сидели перед мониторами и смотрели трансляцию моей проповеди, и у них были тысячи вопросов. На первом месте, конечно, вирус. Люди боялись, им было не по себе. Они спрашивали, это конец света? Может быть, к нам сейчас вернется Иисус? Я навсегда запомню эту проповедь. Наша сегодняшняя проповедь — это только начало обсуждения данной темы. На следующей нашей проповеди вы узнаете, какое утешение дарит Божьим детям эта проповедь о конце времен. Я очень рад, что так получилось, и наши зрители тоже должны этому радоваться. Так что мы продолжим разговор. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Субтитры